Девушки отдыхают Золинген Если бы кто-нибудь открыто объявил себя коммунистом Его могут растерзать Рабочий класс должен рассчитывать только на себя Почему до сих пор не опубликован манифест? Да нет, я не могу больше здесь оставаться Подожди Гант Я тебе кое-что хочу сказать на прощание Нет, нет, нет Ты не ходи по лестнице, а ты прыгни сюда Ну да, да, ну прыгни сюда Ну прыгай, ну что ты Ну прыгай Ты же ловкий человек Не могу Не можешь? Ну подняться по лестнице ты можешь А через пять ступеней можешь? Могу Вот и мы будем шагать через пять ступеней Почему же ты предлагаешь нам совершать прыжки Которые еще невозможны И при которых можно только сломать себе шею Немецкий рабочий еще не разбирает дороги Он с демократами И мы через их голову Обращаемся к нему А для роли проповедников в пустыне мы не годим Неужели не ясно, что каждое слово нашей газеты Это путь к манифестам? Да, мы с демократами Мы за демократию Но за какую? Там, где пролетариат играет главную роль Как они смеяли печатать такую статью? Ничего, ничего Они об этом пожалеют Это ж возмутительно Да нас, деньги такие-то Что вы печатаете? Парижские рабочие разбиты, но их враги победены Минутный триумф грубой силы Куплен расколом французской нации на две нации Нацию имущих и нацию рабочих Трехцветная республика носит теперь только один цвет Цвет побежденных, цвет крови Она стала красной республикой Вы хотите, чтобы это произошло и здесь, у нас? Вы добиваете уничтожение единства немецкой нации? За мои же деньги, господа Вы подкладываете петарду под мой собственный матрас Досит погорно! Довольно! А вы хотите, чтобы Пельбеев Который стерзан голодом Объявлен прессой, покинутый врачами по милости порядочных Чтобы мы их назвали подлецами Ворами, каторжниками Этого не будет Отбить лавровым венком Врачное пчело Обязанность нашей газеты И вы туда же Сын Фридриха Энгельса Всеми уважаемого купца и промышленника Вы, Фридрих Энгельс младший Я бы на вашем месте Это было бы ужасно! Все, вы были на моем месте Я бы советовал вам Разговаривать по вешенебелью Со своим последним акционером Я считаю, что наши акционеры Имеют право на более торжественные проводы Обещаю вам Такие же торжественные проводы Когда вас будут описывать за долги И посадят в тюрьму Честь имею, вы что-то Ты не лучший дипломат Которого можно себе представить Я на это никогда не претендовал Да, так все, вы пришли Карл Ты опять даешь номер материала Бакунине? Да Ну и что? Но мы же перепечатывали из Одерской газеты Его заявление, где он опровергает сплетни Вербека Не понимаю Мне кажется, что больше ничего печатать не нужно Да Не понимаю Не понимаешь? Нет Это подрывает авторитет нашей газеты Ну что ты говоришь? Ну что ты говоришь? Да Это подрывает авторитет нашей газеты Но ведь это восстанавливает авторитет истины Нельзя совершать ошибок Когда дело касается судьбы и чести человека Это страшные ошибки Надо за них расплачиваться Ешь, Карл Будь благоразумен, прошу тебя Если бы ты знала, как иногда хочется быть неблагоразумным Как мне хотелось сегодня схватить одного негодяя И выбросить его в окошко, как трепишную куку А почему же ты это не сделал, Карл? Вот обрадовались бы все дети Кёльна Мадам Спасибо за разрешение Я обязательно им воспользуюсь в следующий раз Желаю Кажется, у меня есть дети Да И кажется, их трое Они ждали тебя весь вечер И не хотели ложиться спать Кто это? У какой я дикат? У какой я дикат? И дикат? А я кто? А кто я? Ну, а кто я? Ты людоед, а я буду мальчик-спарет Я мальчик-спарет Я я я я я я А ну-ка спать скорей А ну-ка на твои молодцы Где наши ножки голодные? Ты знаешь, Женя, сегодня последний акционер хлопнул дверью. Никогда еще глупость не была столь громогласна. Только Чековья книжка дает ей подобную силу. Устал. Отдохни, Карл. Отдохни хоть минуту. Закрой глаза. Хорошо. Ты целуй меня поцелуями уст твоих, ибо слаще вина твои ласки, прекрасные в жонах. Ум и повелитель, сказала Шахерезада, когда наступила тысяча вторая ночь. Если последний акционер хлопнул дверью, это беспокоит моего господина. Если касса рейнской газеты безнадежно пуста, бродяга даст тебе эти деньги. Женя, какие деньги? Наследство, полученное от твоего дяди. Оно еще не истрачено. Женя, ну а как же дети? Карл, ну а как же иначе? Карл. Ленхен, где наша шкатулка? Мне нужны все деньги. Не дам. Чем я буду кормить вас, детей? Не дам. Ленхен, мне нужны все наши деньги. Я знаю, будет трудно. Может, придется с тобой расстаться. И нечем будет тебе платить. Я живу у вас не из-за денег. Можете не платить мне год, два, десять лет, но выгонять меня вы не имеете права. Я живу у вас с малых лет и знаю, какой вы человек. Кто ваш муж? Я не уйду. Я не уйду и не отдам. Ленхен, мне нужны все наши деньги. Семь тысяч тайлеров. Ну, ты знаешь, этого все-таки недостаточно. Придется ехать в Берлин, в Вену. Надо будет обратиться к полякам, они помогут. Продолжение следует... Продолжение следует... Где? Здесь он, в Берлине. Где? В ресторане в польском. А значит, Маркс в Берлине. Я должен его видеть, я должен его видеть. Вывни себя, Михаил. Извините меня. Михаил. Наш дорогой друг. Вы-то мне и нужны, доктор Маркс. Хорошо. Очень хорошо, что вы пришли. В Петербурге меня оклеветали. За то, что я доказал всему миру. Куда я доказал, что царь Николай оторван от народа. Что между ними пропасть. От имени революционной партии России я предложил всем революционерам союз с польским народом против Николая. Не вынужден был уехать за границу. Меня приговорили к атержному работам заочно. И теперь здесь меня опутывают клеветой. Ваша газета мне бросила обвинение. И какое... Это ошибка. Ошибка. Вы ведь читали в газете опровержение. Не прочитав его, я бы не пришел сюда, Маркс. Ну, теперь-то вы мне верите? Я верю тебе, Михаил. И многого жду от тебя. Я ведь тогда хотел покончить с собой. Я пришел поговорить с тобой, потому что я не могу не говорить. У нас с тобой общая борьба. Ты мудро пишешь в своей газете. Немецкая нация, позволившая себе на протяжении всей своей истории стать орудием угнетения других наций, должна на деле доказать свою революционность. Ты совершенно прав. Ибо немецкая буржуазия даже после революции не хочет свободы. Она ищет могучего деспота, чтобы в награду за рабство повелевать другими народами, в том числе и немецким. Вот почему она с таким благоговением взирает на царя Николая. Царь Николай хочет согнать Россию за каменную стену, чтобы оттуда не дошли ни стоны, ни вопли возмущения. Но я скажу правду о русском народе. Мы воздвигнем вместо стен баррикады. Мы подожжем революционным факелом богемию. Запылает Прага, восстанет славянство и оттуда на Русь. Я вижу, как поднимаются крестьяне, как бунтуют разбойники. Сколько в русском народе разеных и пугачевых. Это ли не силища. Разбушуется крестьянская стихия. И тогда мы протянем руку Европе. Нас многое объединяет, Мишель. И ненависть к немецкой буржуазии, и ярость по отношению к русскому царю, и твое желание оторвать славянство от реакции. Но я думаю, что разбойники, анархические или лирические, они мало помогут рабочему квасу в борьбе. В твоих рассуждениях есть сентиментальный национализм. Нет, Карл! Нет! Ну, хорошо. Хорошо. Сейчас мы ничего уточнять не будем. Важно одно. Ты веришь мне, и ты мой друг. Но ты пойми, я поведу народы. Я не обману ожидания человечества. Зачем ты меня увела? Зачем? Этот немецкий доктор и строг, и проницателен. А я... Вы титан, Михаил. Нет, я перекатив воли. Иногда я сам себе кажусь таким слабым, таким маленьким, ничтожно маленьким. Ненавижу себя в эти минуты душевной слабости. Ты понимаешь меня? Понимаю. Знай, мы победим. Обязательно победим. Пусть живет новая Рейнская газета. Мы, поляки, знаем, господин Маркс, как вы неизменно защищаете попранные права нашей угнетенной нации. Мы готовы поделиться от всего сердца с новой Рейнской газетой, нашей скудной казной. Спасибо. Передайте привет вашей очаровательной супруге, господин Маркс. Спасибо. Но я ее увижу не скоро. Я еду в Вену. В Вену? Да. Но там вчера стреляли в демонстрацию рабочих. Да. Я еду в Вену. Вот, здесь их убивали. Это доктор Кармаркс. Ага. Здравствуйте. Это произошло здесь. Они падали тут, тут, там и там. Они требовали увеличить заработок. Сами понимаете, как трудно жить на наши гроши. Особенно у кого семья. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Ты кто такой? Отстаньте от него, у него брата убили здесь Ага, я так и предполагал, я его сразу узнал, мерзавца Это ты флаг держал, а? Эй, 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 вот тебе, молча КОНЕЦ КОНЕЦ А каково ваше мнение, господа? КОНЕЦ Ваше Величество, в нынешней Германии все еще сильны порожденные революции и изменники вашего трона. Я надеюсь на вас, господа, и на моего большого друга Николая Первого, могущественного русского императора. Ваше Величество, мы все вас поддержим даже в самых решительных действиях. Мы должны быть готовы беспощадно уничтожить очаги революции во всех городах Германии, Ваше Величество. Народ, настоящий, преданный нам народ, это честные немцы. Господин Барон. А, Келлер. Ваш Кельн – логово коммунизма. Спокойно, спокойно. Но вы не бойтесь баррикад. Мы не оставим от них и следа. Это прекрасно, господин Барон, это прекрасно. Мы направим новые воинские части в Кельн. Кельн – логово коммунизма. Девушки отдыхают. Что дома? Как дети? Очень хорошо. Все здоровы. А как ты? Здоров? Да. Знаешь, скоропечатные машины уже куплены. Я очень рада. А как Энгель? Энгельс Умён как чёрт Может работать и день, и ночь И до завтрака, и после завтрака И до обеда, и после обеда Ходячая энциклопедия Что с тобой? А что? Почему ты так говоришь? Я повторяю твои слова А я тоже здорова Женя Я очень соскучился по тебе И я очень Так больше продолжаться не может Я тут без тебя Со всеми перессорился Ну да Я прошу выслушать меня серьёзно Извините Дейерт вообразил из себя Бог знает кого Он поэт А я чуть ли не должен сочинять за него стихи Я, конечно, не знаю, где он черпает вдохновение Но в редакции я его не вижу Перестань смеяться, я говорю серьёзно Извини, всё Всё Вольф впал в другую крайность Он не уходит из редакции Не даёт никому работать И всё делает за всех сам Я просил Одни подражают Верту и бездельничают Другие обижаются на Вольфа И тоже ничего не хотят делать А что делаешь ты? Я? Да Я, да, ругаюсь И с теми, и с другими Кто же тогда выпускает газету, а? Зная твою любовь к дисциплине, Фридрих Я думаю, что ты всё сильно преувеличиваешь Я преувеличиваю? Преувеличиваешь Я хочу посмотреть, как ты будешь с ними ладить Желаю тебе так всей души Спасибо Жаль, очень жаль Что жаль? Ты же нас покидаешь Бросаешь работать в газете Быстро ты согласился со мной расстаться Здравствуйте С ним невозможно работать, Малыш Что ты говоришь? Я тебе как говорил Да Он не выходит из редакции Хочет делать всё за всех Ничего, никому не дает работать Он даже готов писать стихи завет Мы, правда, не в редакции Но у нас в Рабочем Союзе есть свои затруднения Шаптер хочет взвалить всю работу на меня Ну, а я бы не прочь был Половину своей работы взвалить на камеру Приходите Приходите Помогите мне, господа Женни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не бойтесь, господин офицер Я не схвачу вас за ноги И не обрушу на голову ваших солдат Всему своё время, господин офицер Субтитры создавал DimaTorzok Я вас слушаю Если будут строить баррикады, двинуться на форт, уничтожьте их Мавр, весь рабочий народ Кёльна готов начать выступление по первому нашему слову Ты считаешь, что мы должны сказать это слово? Жаль, нет приказа к наступлению Если выступим, нас обвинят во всём А пойдут на нас, сотрём в порошок Подготовить войска к выступлению Лужись! Внимание! Сверху! Внимание! КОНЕЦ Друзья, я разделяю ваше возмущение и вашу готовность идти в бой, но сегодня знайте... Солдаты! Солдаты! У нас идут солдаты из порта! Идут солдаты! Стойте! 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 Не слушайте Маркса! Вперед на форт! Не слушайте Маркса! Возводите баррикады! Нашим врагам выгодно, если мы пойдем... Пойдем с голыми руками против пушек! Пушек это было! Было в Париже! Кровь французских братьев взывает, но час мести еще не пришел! Не пришел! Не поддавайтесь на провокацию! Единство и выдержка! Выдержка! Выдержка и единство! Они еще узнают наше мужество и нашу силу! Великие бои ждут нас впереди! Но сегодня выдержка! Выдержка и единство! Выдержка и единство! Я знаю, почему ты держался за решетку! Чтобы не броситься первым на штурм! Я даже боялась, что ты сломаешь эту достопримечательность Кёльна! А жаль все-таки, что так ничего не произошло! Да! У тебя есть оружие? Пистолет! Отдай! В дороге может быть обыск, осадное положение! Вчера не пригодился! Да! А провокации ты им все-таки не удалась! Им придется снять осадное положение! Посмотри! Мы хотим это напечатать в газете! Наши уважаемые подписчики! В связи с объявлением осадного положения, когда к перо вынуждено подчиняться сабле, запрещен выпуск новой Рейнской газеты! Однако мы уверены, что в ближайшее время сможем выпускать ее снова на новой скорпечатной машине! Карл! Может, не уезжать? Перестань! Что за мальчишство? Тебя обвиняют в подстрекательстве солдат! Я очень жду! Твои статьи и письма, особенно из Франции! Нам не нужен Энгельс в тюрьме! Да, 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 да! Пожалуй, ты прав! Знаешь, я не боюсь лишений, но в здешней тюрьме не разрешают курить! Почему? Ты же понимаешь, что это для меня значит! Фридрих! Я давно хотел тебе сказать, мы с тобой знакомы шесть лет, но, знаешь, последние четыре месяца я как-то особенно остро почувствовал, как ты мне дорог! Бедный Мавр! Все эти месяцы он должен был зажимать в кулак свое сердце! Но он трижды прав! Нельзя принимать на разный противникам сражения! Нет, нет! Мы расстаемся ненадолго, Фридрих! Вчера был знаменательный день! Мы не дали затопить в краю улицы города! Пусть смеются обыватели и глупцы! Мы еще навяжем противнику свои условия боя! Мы еще будем вместе с тобой в рядах революционной армии Германии! Тебе будет нелегко! Газета есть газета, а быстро писать статьи ты еще не научиться! Карл! Но ведь она, наверное, стоит целое состояние! Да! Ну, знаешь, чтобы не отстать от революции, нельзя ехать на Колымань! Попробуем! А? Все отношения! Пускай! Тоганковych! Твое все таки! Мавр не спал несколько ночей Слушай, король изгоняет национальное собрание Пруссии из Берлина А депутаты собрались в гостинице и постановили, чтобы никто в стране не платил налогов До тех пор, пока их не вернут в Берлин и не разрешат продолжать заседание Подожди, подожди, они что, призывают не платить налоги? Ну, конечно Так, значит, королевская власть сопротивляется не только народу, но и буржуазии Ну что же, мы будем бороться с ней и буржуазными методами А как бороться с ней буржуазными методами? Взять ее измором А как взять ее измором? Отказаться платить налоги Пиши, пиши, Георг, пиши Так, все эти военные трутни Носят сабли, мундиры и получают жалу Но они не понимают, откуда берутся сабли, мундиры и жалу Не так быстро, Карл Но они не понимают, откуда берутся сабли, мундиры и жалу Принцы крови и генералы не производят черного солдатского хлеба Итак Призывая не платить налоги, мы становимся на почву закона Принцы крови и генералы не производят черного солдатского хлеба Но мы будем действовать по своему Эти костраты из национального собрания Они призывают к пассивному сопротивлению Забывают, что это напоминает сопротивление быка, которого мясник дащит на бой Мы призываем Мы призываем к созданию всенародного вооруженного ополчения Сегодняшнего дня налог отменяется Отказ от налогов первый долг гражданина Долой налоги Сегодняшнего дня налог отменяется Уплата налогов является государственной изменой Отказ от налогов первый долг гражданина Долой налоги Сегодняшнего дня налог отменяется Отказ от налогов первый долг гражданина Сегодняшнего дня налог отменяется Господа присяжные заседатели, мы не конституционалисты, но мы готовы стать на точку зрения наших обвинителей с тем, чтобы побить их на их собственной почве и их же собственном оружии. Итак, если взимание налогов объявляется национальным собранием, незаконным, разве я не обязан насильственно сопротивляться насильственно совершаемому беззаконию? Мы обязаны отвечать на насилие насилием. Я не понимаю, каким образом прокуратура в своем обвинении нам ссылается на закон. Но, если уж встать на пресловутую почву законности, то мы предлагаем посадить на скамью подсудимых обер-президента Рейнской провинции Эйхмана, как нарушившего приказ национального собрания, а заодно и обер-прокурора Цвейпеля за то, что он не арестовал господина Эйхмана. А так как господин Цвейпель вряд ли арестует сам себя, то мы предлагаем, чтобы какой-нибудь другой Цвейпель арестовал обер-прокурора Цвейпеля, а заодно и обер-президента Эйхмана. Какими бы великими не мнили себя эти господа, в гигантских битвах современности они ничто, абсолютное ничто. И я считаю настоящей жертвой с нашей стороны, что мы решили скрестить копья с подобными противниками. Но недостаточно вести борьбу с высшей властью вообще. Долг печати выступить и против данного жандарма, против данного прокурора, данного ландра. Корона совершила контрреволюцию. Она не спровергла существующий правовой порядок, и она не может оперировать к законам, которые сама же так позорно попрала. Вы, господа, можете меня повесить, но вы не можете вынести мне обвинительный приговор. Карл опять застегнул сюртук не на ту пуговицу. Ну, и я! Господа Карл Маркс и Карл Шаппер, обвиняемые в призыве к мятежу и сопротивлению властям, решением присяжных заседателей по суду оправданы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОСТИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОСТИ Господин Гилян, как это могло случиться? Это справедливый суд? Ничего не подвеселось. Мы голосовали за обвинения, но большинство присяжных решило оправдать. И даже хвалили за разумительные речи. Ой, уезжать. А ведь недавно суд оправдал доктора Маркса. И все так радовались. Ленкин, дай пилеринку. Она на вас, Женя. Вот сюда. Русский король залил кровью Германию. Он сделал свое дело. Новая Рейнская газета. Да. Карл. Где ты теперь? Приписание. Доктору Марксу покинуть пределы прусского государства. В 24 часа. Почему-то всегда в 24 часа. Куда, Женя? В редакцию. КОНЕЦ 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 Теперь хватит денег, чтобы расплатиться. А ведь часть денег, уплаченных за нашу машину, принадлежит вам, госпожа Маркс. Да вы, Вилли. Вы должны рабочим поставщикам, это главное. О другом не думайте. КОНЕЦ КОНЕЦ Простите, доктор Маркс. КОНЕЦ Но холера, Боже мой, какая страшная холера. Простите, но я вынуждена принимать меры предосторожности. Да, я понимаю. Вы знаете, у нас такое слабое здоровье. Единственная надежда на Господа Бога. И на это. Боже мой, как вы постарели за этот год, доктор Маркс. Разве? Да. Позвольте. Позвольте, это тоже надо окурить. Осторожно. Позвольте. Горь. Ты, Карл? Я. Я привез тебе привет из Германии. Печальный привет. Вот, прочти. Это последний номер нашей газеты. Красный. Опять литература. Да. Но я не буду вам мешать. Здесь, кажется, стихи. Да. Я плохо вижу. Прочти. Это прощальные слова нашей газеты к читателям. Их написал Фролеград. Усмешку презрения к врагам затая, И крепко сжимая шпагу. Восстание, кричала предсмертью я. Не сломили мою отвагу. Прощайте. Но только не навсегда. Не убьют они душ наших братьев. И час пробьет. И, воспрянув тогда, Вернусь к вам. Живая опять я. Я лежал В этой матрасной могиле один. Потом рядом со мной Найгла Связанная по рукам и ногам Франция. И от этого мне сделалось Еще грустнее. С тобой пришла жизнь. Сколько б ее не расстреливали. Я не раз вспоминал о тебе, Генрих. Особенно, когда Немецкая революция Поворачивалась к нам Своей трагикомической стороной. Ну что же, Мы сменили Оружие критики На критику оружием. На юге создавалась Революционная армия И мы направились туда. Революция. Смех. Воле нет. Руководства нет. Хорошо организованных Рабочих отрядов нет. Все вверх. Господа. Мы предлагаем вам Продуманный Энгельсом План создания Объединенной армии Баденфайтс. Она должна стать Ядром Новая Общегерманская армия Революции. Много времени Упущено. Но необходимо Немедленно Двинуться на Франкфурт С двух сторон. Но они не хотели Нас слушать. Они уже изгнали Своего герцога. Что им Германия? Они были Упаяны властью. Как часто бывает В революции. Они уже делили Министерские кресла. Они предлагали нам Высокие посты И отвергали Все наши советы. И вот тогда Послушаем лучше, Что скажет нам Представитель Франкфуртского собрания. Здравствуйте, Здравствуйте. Да, вот мы и встретились. Смейся, почему же ты не смеешься? Это бывший акционер нашей газеты. Демократ. Собиратель неразрезанных книг. Он снова показал Свои ослиные уши. Однако, что поделаешь. Мы решили остаться в рядах Этой несуразной революции Перерастающей в фарс. Надо было держаться На этом последнем рубеже. В революции Тот, кто, занимая решающую позицию, Сдаст ее, не отваживаясь на выступление, Заслуживает, чтобы к нему Относились как к трусу Или изменнику. Мы верили в новый подъем Революционной волны. Я ждал боев. Мои руки уже тянулись К оружию, но... Мы еще услышим Голос гальского петуха. Он еще разбудит Германию. И тогда, может, даже эта Самодовольная Филистерская революция Поможет нашей старухе родине Стряхнулся. Энгельс, ты останешься здесь. Поможешь нам в организации армии. А ты, Дорогой Маркс? Что? Меня во Франции? Да, мы ожидаем победу горы. Нам необходимо установить связь С будущим правительством Революционного Парижа От имени революционных демократов Германии. Нет. Я должен быть здесь, здесь. Я надеюсь, здесь все-таки будут бои. Ты нужен там. Там. В Париже мрачно. Холера. Но ты знаешь, Мне кажется, Что этот революционный кратер Скоро взорвется. Ты говоришь о выступлении горы. Да, я слышал, слышал. Они обещают пришествие новой эры В ближайшие дни. И называют тринадцатое число. Но ведь это же не счастливое число. Ты суеверен? Нет, я просто разучился верить. А ты... Я знаю, что новая эра придет. Тринадцатое... Если гора не родит мышь. Богорадша заседает и заседает. И будет заседать до 2-го и 6-го. А мы эту гору скинем к чертной бабушке. Наш лозунг коммуна. Коммуна рабочих Парижа. Да. Коммуна рабочих Парижа. Последняя новость. Пушки Национальной гвардии будут отданы народу. Иван, это правда? Ты не сошел с ума? Это правда. Это правда. Я получил это известие из первых рук. Пора. Пора. Национальная гвардия поддержит восстанцев. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что это значит? Наши сейчас гибнут в боях с королевской прусской армией. И единственное, что их может поддержать и спасти, это восстание в Париже. Его ждет вся Европа, Рим, Варшава, Венгрия. Я приехал сюда, чтобы участвовать в нем. Но руководство горы на все мои вопросы отвечало только усмешками и улыбками. Они, видите ли, не хотят возглавить вооруженные выступления. А ты говоришь, что они выступают? Да. Возможно ли это, а? Это же невероятно. Невероятно. Но невероятное не произошло. Пушки были даны народу, но без снарядов. Они должны были оказать только моральное воздействие. Народ вышел безоружным. И снова. Снова расплаты. Кровью. За прекраснодушие и пустозвольство руководителей горы. Революционная Франция не поможет вам. Вы остались одни на последних высотах революции в Германии. Но ваши батальоны предтеча великих армий революции. Армий вооруженного народа. Фридрих. На дно. На ночь. Не отрывайся от боевой цепи, Боль! Вперед! После того, как наш корпус прикрыл отступление Баденской армии, мы направились в Швейцарию. В Баден я услышал, что Маркс арестован в Париже. Мы не видели газеты, потому ничего не могли узнать точно. Я все же надеюсь, что это неправда. Я часто думал, что под прусскими пулями я находился на менее опасном посту, чем другие в Германии. И особенно Маркс в Париже. Что же с ним? Женя, успокойте господина Энгельса. Скажите ему, что мы уже в Париже и, наверное, надолго. Что мы ему кланяемся. Мы сейчас уже распаковываем баулы. Паркет из министерства и господина Маркс. Спасибо. Паркет из министерства и господина Маркс. Паркет из министерства и господина Маркс. Паркет из министерства и господина Маркс. Паркет из министерства и господина Каркет из министерства и господина. Я когда point to discover sendiri, что это не какой-то tvone. У меня для тебя два очень важных письма. Вот Энгельс? От него. Энгельс жив. Энгельс жив. Энгельс жив. Жив. А второе? Тебе отказали в твоей просьбе остаться в Париж. Предписание. Отправиться к болотам Британии. Куда? К болотам Британии? Это то же самое, что Каенской каторг. Там неизбежно жестокая лихорадка. В случае несогласия, тебе предложено покинуть пределы Франции опять в 24 часа. Карл, тебе надо сегодня же ехать в Лондон. Немедленно в Лондон. А с детьми я приеду позже. Что принес этот год? Что выиграли народы Европы? Главное не то, что они выиграли. Не то, что они приобрели. А то, что они потеряли. Иллюзии. Поведение с тобой Фридрих не избежали их. Гальский петух не прокричал. Пролетарская революция не совершилась. И все же мы сделали шаг вперед к истине. Идеи манифеста мы проверили в огне революционных боев. Они станут реальной силой и основой науки, преобразующей мир. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...